На острове Мауи после масштабных лесных пожаров оцарилась полная анархия. В разрушенном до основания городке Лохайни властвуют мародеры. По ночам они ходят по домам выживших и по дулам пистолета их грабят. Вместе присутствует небольшое число полицейских и военных, но они не особо помогают в борьбе с грабителями. Это в чем-то напоминает печально известную ситуацию в Новом Орлеане во время урагана Катрина. Американское общество настолько расколото, что как только происходит катаклизм и законы перестают работать, начинается война всех против всех. Агенты ФБР размещают на острове мобильные морги, опасаясь того, что число погибших пойдет на сотни. Уже сейчас обнаружено 96 тел погибших, но спасатели пока умудрились обыскать лишь 3% разрушенных домов. Родственники погибших уже накатали коллективный иск на местных энергетиков за то, что они не смогли вовремя отключить электричество. Хотя отличились и власти штата, не успев устроить эвакуацию или даже толком предупредить о пожаре. Байден постарался самоустраниться от неприятной для себя ситуации, не став прерывать отпуск в Делавэр ради визита в Гавайи. И царское это дело отвлекаться во время отдыха на какой-то пожар. Зато пообещал Гавайям 12 миллиардов долларов на реконструкцию. Однако лишь в том случае, если сам Байден получит еще 13 миллиардов помощи в Украину. Левые медиа вовсю поносили Трампа в 2017 году, когда он не сразу приехал в Пуэрто-Рико после урагана. Но сейчас они как в рот воды набрали и стараются показать, что отсутствие интереса Байдена к очередному катаклизму внутри Америки – это нормальная история. Подумаешь, сошел поезд с рельс с химикатами или под сотню человек сгорели заживо. Отдых Байдена важней, а то вдруг перенапряжется и раньше времени отправится на тот свет, оставив демократов без основного кандидата на выборах в 2024 году.